Граждане Мьянмы выстроились в очередь на пограничном переходе, чтобы бежать в Таиланд. Ранее стратегически важный город Мьевади захватили повстанцы, которые сражаются с правящей в Мьянме военной хунтой. Они оттеснили около 200 правительственных солдат к мосту, соединяющему пограничный город с Таиландом. Число людей, пересекающих границу, с начала недели удвоилось. Сейчас переходит около 4000 мьянманцев в день, поскольку боевые действия усилились. На единственном полностью функционирующем пограничном переходе на западе Таиланда многие бежавшие из Мьянмы говорят, что покинули дома, опасаясь за свою жизнь. «Хунта проводила авиаудары. Я не могла спать дома, поэтому укрылась в храме. Я боюсь. По эту сторону границы я чувствую себя безопаснее. Мы с сыном решили прийти сюда первыми. Мой муж последует за нами. Таиланд они бомбить не могут». Военная хунта Мьянмы в 2021 году вернула себе власть в результате государственного переворота. С ней в районе города Мьявади сражается Каренский национальный союз. Эта этническая вооружённая группировка сообщила, что разгромила 275-й батальон, который был в городе в качестве главной военной силы. Министр иностранных дел Таиланда объявил, что посетит тайский город, который находится прямо через реку от Мьявади, чтобы оценить ситуацию. Тайский город Лоббури уже много лет привлекает туристов знаменитым храмом с тремя башнями. Когда-то им доставляло удовольствие и покормить местных обезьян. В Лоббури живут макаки-крабоеды. Каждый год здесь проходит обезьяний фестиваль. Для животных устраивают настоящий пир, угощая фруктами и овощами. Но с годами макак стало больше. Они постоянно плодятся. К тому же в город переселяются лесные макаки. Со временем мирное сосуществование людей и животных закончилось. Обезьяны нападают на прохожих, отнимая еду. Недавно одна макака прыгнула на мотоциклиста, и тот упал во время движения. Всё это уже повредило местной экономике. Некоторые покупатели не решаются сюда приходить, поскольку боятся, что их покусают обезьяны. Макаки-крабоеды в Таиланде – охраняемый вид. Власти Лоббури стараются разрешить ситуацию мирным способом. Просят не подкармливать обезьян, а также отлавливают их, чтобы стерилизовать. За последние 10 лет стерилизовали 2600 макак. Но теперь добавили новую меру. «Чтобы сократить популяцию, мы их стерилизуем, а затем переселяем. Относимся к ним гуманно». Власти намерены отловить 2500 обезьян и разместить их в больших вольерах. В первую очередь будут ловить агрессивных самцов. Пока поймали около 40 животных. Некоторых передали под опеку органов охраны природы в соседней провинции Сарабури, а некоторых отвезли в зоопарк Лоббури. Банкетный зал обнаружили при раскопках в Помпеях. Его стены выкрашены в чёрный цвет, а поверх нарисованы фрески. Длина помещения – 15 метров, ширина – 6. На фресках изображены персонажи древнегреческой мифологии, включая Елену Троянскую с царевичем Парисом и бога Аполлона с Троянской царевной Кассандрой. Археологи предполагают, что зал был общественным местом. Стены выкрасили в чёрный, чтобы не было видно копоти от масляных ламп. Люди собирались здесь по вечерам и разговаривали. В свете ламп фрески на стенах словно оживали. Такая обстановка должна была вдохновить на беседы о возвышенном. Древнеримский город Помпеи погиб в 79 году н.э., когда произошло сильнейшее извержение Везувия. Пепел долетал даже до Египта и Сирии. Извержение длилось почти сутки. Помпеи накрыло многометровой толщей вулканического пепла. Благодаря этому в городе всё сохранилось таким, каким было до извержения. Вместе с Помпеями погибли города Геркуланум и Стабии, а также несколько небольших селений и вилл. Там тоже во время раскопок обнаружили сохранившиеся строения. Помпеи остаётся одной из главных туристических достопримечательностей Италии. В прошлом году здесь побывали почти 4 миллиона человек. Учёные тестируют четырёхногого робота по имени Спирит на пересечённой местности горы Маунтхуд в Орегоне. Здесь условия максимально приближены к поверхностям Луны и Марса. Идея в том, чтобы научить робота ходить по сложным и меняющимся ландшафтам. Двигаться как по твёрдым или каменистым поверхностям, известным как реголит, так и по мягкому грунту. «Когда мы, люди, ходим по неровным поверхностям, мы можем анализировать, как земля изменяется под нашими ногами. Робот с ногами способен на то же самое». Исследование получило название «Проект Ласси». В рамках него Спирит учится ориентироваться и адаптироваться к каждой новой задаче. «Проект Ласси помогает понять, как люди и роботы должны сотрудничать в исследовании планет, особенно куда им следует идти для сбора данных». Усилия робота на горе Маунтхуд помогут спроектировать будущие машины, узнать, как они справляются с различными ландшафтами и как собирают данные во время движения. «Мы делаем совершенно новую вещь. Превращаем каждую ногу робота в датчик почвы или реголита, чтобы робот на ходу собирал информацию об окружающей среде». Исследователи не намерены останавливаться на одном роботе. Они получили грант в 2 миллиона долларов, чтобы помочь НАСА собрать целую команду роботов, которые будут работать над задачами на Луне. Сильные дожди обрушились на Аравийский полуостров. В Омане сообщается о 17 погибших. Больше всего пострадал регион Эш-Шаркия. Там продолжают работать спасатели. Им помогают полиция и военные. В одном из случаев группа школьников и водитель погибли, когда в водной ловушке оказался их автобус. А это объединённые Арабские Эмираты. Здесь также выпустили предупреждение об опасности наводнений. Пострадала и столица Дубай. Здесь ливни нарушили транспортное сообщение. В затопленных районах мегаполиса некоторые жители перемещаются на надувных лодках. Из-за непогоды Международный аэропорт Дубая приостановил приём рейсов. Инфраструктура ОАЭ не рассчитана на сильные ливни, поскольку большая часть страны расположена в пустыне, где количество осадков обычно минимальное. Спецназ Грузии разгоняет демонстрантов у парламента в Тбилиси. Внутри обсуждают законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет авторитарным. Она также отмечает, что он помешает Грузии вступить в Европейский Союз. У парламента собралось более 5000 протестующих. Однако полиция оттеснила людей, а также произвела несколько задержаний. «Я надеюсь, что мы покажем силу свободных людей, что мы не сдадимся, и я надеюсь, что это заставит их отменить этот неприемлемый закон». Законопроект потребует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве иноагентов. Он должен пройти три чтения в парламенте, затем, вероятно, ему предстоит четвёртое голосование, чтобы преодолеть вето президента Саламезу Робешвили, которая выступает против него. Её полномочия в стране в основном церемониальные. Как ожидается, парламент утвердит спорный закон, поскольку большинство в нём у правящей партии грузинская мечта и её союзников. Западные страны, включая США, Великобританию и Германию, призвали Грузию не принимать законопроект. При этом правящая партия говорит, что закон необходим для обеспечения прозрачности и борьбы с псевдолиберальными ценностями, которые, по её мнению, навязывают иностранные государства. Попадая в город Опа-Лока на юге американского штата Флорида, будто переносишься в арабскую сказку. В центре можно увидеть минореты, исламские арки и финиковые пальмы. Город расположен недалеко от Майами. Его в 1926 году основал пионер авиации Гленн Кёртис. Он построил эти здания под вдохновением от сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Теперь же здесь организовали фестиваль, который посвящён культурам Ближнего Востока и Северной Африки. Рядом с мэрией Опа-Локи, которая напоминает ближневосточный сказочный дворец и сейчас находится на реконструкции, посетители слышат призыв к исламской молитве. Здесь также можно попробовать ливанские и палестинские закуски и научиться исполнять танец живота. Алекс Ван Меккл – основатель ассоциации по сохранению Опа-Локи, которая помогла организовать фестиваль. «Здания, которые мы с гордостью показываем публике и в настоящее время реставрируем, вызывают волнение и трепет. Они показывают, каким это место было в 20-е годы прошлого века, а также, каким оно может стать в ближайшем будущем». В центре города есть около 50 исторических зданий в мавританском архитектурном стиле. А некоторые улицы здесь носят названия персонажей сказок из «Тысячи и одной ночи». Например, бульвар Шахерезады и проспект Алибабы. Ван Меккл переехал в Опа-Локу два с половиной года назад и сразу заинтересовался уникальным архитектурным наследием города. Вскоре он начал проводить бесплатные пешеходные экскурсии. Впрочем, в последние десятилетия город был скорее известен своими финансовыми проблемами и уровнем преступности, чем богатым историческим наследием. Уилли Логан – бывший мэр Опа-Локи, который сегодня возглавляет Организацию общественного развития «Тэн Норс Групп». Говорит, что фестиваль даёт надежду. «Как сообщество мы можем собираться вместе, наслаждаться общением, культурой, звуками и едой и находить в этом что-то общее». Ван Меккл хочет превратить фестиваль в ежегодное мероприятие. Надеется, что так сможет привлечь инвесторов, которые вернут городу его былой блеск. Сразу за местом проведения древних олимпийских игр стоит памятник из белого мрамора, в котором хранится сердце знаменитого француза. Барон Пьер де Кубертен – аристократ и отец современной Олимпиады. Благодаря ему в 1896 году в Афинах прошли первые современные международные спортивные состязания. «Он любил древнюю Олимпию. Он любил историю Греции. Он верил в олимпийские ценности и олимпийское движение». Пламя, которое будет гореть на олимпийских играх этого лета, третьих в истории французской столицы, зажгли 16 апреля среди разрушенных храмов и спортивных площадок Олимпии на юге Греции. Затем первый факелоносец остановился, чтобы засвидетельствовать своё почтение у памятника де Кубертену, прежде чем продолжить своё путешествие. «Мы отдаём дань уважения де Кубертену каждый раз. Пламя там загорается первым. И теперь, спустя 2800 лет после первых олимпийских игр, мы счастливы, что Олимпиада возвращается в Париж, в месторождение Пьера де Кубертена». Перед своей смертью в 1937 году Кубертен оставил особое указание – похоронить его сердце внутри памятника, воздвигнутого в его честь десятью годами ранее, недалеко от руин Древней Олимпии. Сегодня эта роща – часть Международной Олимпийской академии, организации, созданной для популяризации истории и принципов современных игр. Кубертен родился в 1863 году и был вторым президентом МОК после грека Димитриуса Викеллоса с 1896 по 1925 год. Он курировал игры в Париже в 1900 и 1924 годах. Примечательно, что на отреставрированном мраморном стадионе в Афинах сохранили сидение Кубертена. На нём вырезано его имя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова